Кольцо называется коммутативным, если операция умножения коммутативна, кольцо называется ассоциативным, если операция умножения ассоциативна, и пока все кольца, которые мы рассматривали в качестве примеров, то есть все школьные кольца, коммутативны и ассоциативны. Вот еще один важный пример коммутативного и ассоциативного кольца. Рассмотрим множество первых n неотрицательных целых чисел, то есть множество чисел от нуля до n-1. На этом множестве мы определим операции сложения и умножения такими правилами. А вот x плюс y, где плюсик кружочек, по определению это остаток определения на число n обычной суммы чисел x и y. А x кружочек y это остаток определения на число n обычного произведения чисел x и y. Еще раз, что происходит? В первом случае мы складываем x плюс y, а x и y это какие-то два числа из этого множества. Понятно, что сумма чисел x и y уже не обязана этому множеству принадлежать. Мы делим ее на n с остатком. Остаток, конечно, меньше n и в то же время больше равен нулю, поэтому он уже попадает в множество n. Вот его и мы называем результатом применения операции x плюс y в кружочке. Точно так же x умножить на y кружочке это число, которое получается так. Берутся числа x и y из множества n, перемножаются. Конечно, произведение совсем не обязано попасть снова в множество n, но остаток отделения произведения на n в множество n попадает. Таким образом, мы действительно получаем две бинарные операции. Ноль нейтральный элемент для операции плюсик кружочки. Противоположный нулю элемент это сам этот элемент. А если x не нулевой элемент, то противоположный ему элемент вычисляется по правилу n минус x, где минус это обычное вычитание. То есть берем из n, вычитаем x, получаем число, которое будет теперь уже лежать в множестве n, и это будет противоположным. Докажите, что эти операции коммутативно-ассоциативны, тем самым будет обоснована, что m коммутативная группа относительно операций плюсик кружочки, поскольку мы уже поняли, что нейтральный элемент и противоположный существует. Коммутативность операции точка в кружочке следует из коммутативности обычного умножения чисел. Поэтому для того, чтобы проверить, что это кольцо, остается проверить дистрибутивность. В силу коммутативности из двух формул, которые представляют свою дистрибутивность, достаточно доказать только одну. Проверьте ее. Кроме того, проверьте, что операция точка в кружочке асоциативна, и тем самым будет обоснованно, что m действительно является коммутативным и асоциативным кольцом относительно этих двух операций. В дальнейшем мы будем следовать той договоренности, которую мы ввели, что в кольце операции всегда обозначаются обычными знаками, точкой плюсик. Построенное кольцо называют кольцом вычетов по модулю n и обозначают вот так. Zn. Z напоминает про происхождение, что рассматривается целое число, а индекс n показывает нам, какие именно целые числа берутся, что берутся целые числа, которые могут служить остатками определения на n. То есть числа от нуля до n минус 1. Вот маленькое упражнение, чтобы освоиться. Рассмотрим кольцо Z6. В нем посчитайте, что такое 2 плюс 5 по модулю 6, что такое 2 умножить на 5 по модулю 6. Посчитайте противоположные для элемента 4 и противоположные для элемента 3. Продолжение следует...